Сегодня первый день класса и мы работали у таверны в Гурзуфе. Я очень благодарен тем, кто приехал на класс. Был совершенно замечательный солнечный день. Асфальт в тени, на солнце, зонтики. Мы выбрали два сюжета. На самом деле ребята, девушки писали во все стороны, куда ни глянь, везде сюжет. Но я писал, кстати, не два, а больше, три. На Ленинградку, перспектива уходящей улицы и таверну. Мне очень нравится это место. И на самом деле я там не так-то много и сделал работу, хотя в Гурзуфе уже много чего написал. Так что по сути это для меня открытие. Открытие в том, что есть свет, тень, есть четкое деление. Важно в живописи найти границы каждого пятна, каждого объекта. Даже не объекта, а пятна. Потому что объект может сливаться с другим объектом, а пятном может быть одно. Вот мы сегодня это разделение и изучали. В конце ролика я покажу, что получилось. А сейчас несколько вопросов. Михаил Белоусов. Может быть я валенок, но раньше на вашем сайте можно было видеть размер холста, увеличить крупно, разглядывать технику маска, не говоря уже о стоимости работ. У меня что-то не получается или здесь что-то другое. Нет, вы не валенок, Михаил. Просто сайт переведен на другую платформу. Я сейчас зашел. Увеличение есть на полный экран, но может быть не до крупности. Для этого нужно скачать картинку. Цен нет. Я против того, чтобы на сайте были цены. Это лучше делать по договоренности. Вы присылаете то, что вам понравилось, и мы договариваемся. Названий пока нет. Действительно просто не успеваю загрузить название. Это нужно проделать работу, чтобы каждую работу назвать. Ну, обещаю это сделать. Маргарита В. Чудесно. Делаю вывод. Если вы не поэт, то и не художник. А Борщ, Венцо и живопись ответила, что не каждый, кто способен рифмовать слова, является поэтом. Кстати, не каждый, кто говорит, что люблю тебя, люблю тебя, на самом деле любит. Но мы же по глазам сразу определяем. Человек может вообще ничего не говорить. Мы сразу видим, вот он любит или нет. Но правда. И по этой аналогии человек может заикаться, вообще путать слова. Но он так это искренне говорит, что рифмы не нужны. Не нужны его слова какие-то мудреные. И какие-то там, я не знаю, арии он должен петь, чтобы цветы какие-то сумасшедшие приносить. Его искренность дороже всяких рифмованных слов. Поэт тот, кто искренен. Я просто убежден в этом. Рифмовать проблем нет научиться. Даже есть в компьютере какие-то там программы, синонимы, рифмы. Набираешь и к одному слову, например, пришел. Тысяча рифм. Ушел. Завершен. Не подходит. Ну вот видите, я, в общем, и не поэт, как сейчас выяснилось. Сергей Яценко. Как оценить искусство намека? Поставил я точку на холсте. Говорю, ребята, это намек. А, кстати, точку же сделали. Вкусная точка. А на нее один человек, который Икею разработчик, по-моему, или дизайнер, короче говоря, фирмы Икея, от безделия начал сочинять на эту тему тоже потешные такие свои варианты на эту тему. Мне очень понравилось. Ну, я в телеграме повесил эту картиночку. Здесь прям даже не решаюсь. Ну, вот там одна картошечка и две точки по бокам. И текстик такой очень интересный. Ну, посмотрите. В телеграм записывайтесь, кстати. Там же у нас команда обсуждения. Ух! Заходите. Ссылка под видео. Телеграм, где я делаю работы, выкладываю. И вы можете выкладывать и обсуждать бесконечно. Это очень полезно, кстати. Вообще, слышать мнение друзей тех, кто пишет. Мы же все в одной лодке. Ну, да ладно. Про намек. Поставил я точку на холсте Сергея Яценко. Говорю, ребята, это намек. Вот ходят вокруг картины люди, чешут репу и думают, что намекает художник. Шун. Один начинает утверждать, что это козий экскремент, намекающий на то, что козье молоко полезнее коровьего. Другой видит гриб в зародыше. И уж точно это намек на то, что пора в лес за грибами. Третий совершенно... Вот поэзия. Это же настоящая поэзия, Сергей. Третий уверен, что это намек на то, что автору нечего больше сказать и списался. Сколько людей, столько интерпретаций этого намека. Ну и прекрасно. Так, где же заканчивается недосказанность и начинается намек? А может, никакого намека вообще не существует? А есть только претензия на оригинальность? Конечно, все мир в наших ощущениях. Вот что вы ощущаете, то и правда для вас. Сколько людей на планете, столько и правды. Ну вообще, ребята, ну это же прекрасно. Написал художник Петнышко одно. А, кстати, банан прилепили на скотче. О, вот это что. Намек ведь? Намек. Смузи надо сделать из банана и кефира. Для меня это вот такой намек. Или, например, апельсин банан. Да, с бананом все идет. У него такой гликемический индекс и такая глюкоза у него ушел. Ну человек, например, захотел, мужчина, ну Сергей, вот, ну ладно, я, например, захотел признаться кому-то в любви. И я так смотрю на человека, что и говорить-то не надо. Даже слов тратить энергию на придумывание слова. Я тебя. Ну зачем говорить еще третье слово? Двух достаточно? Или просто я? Уже все понятно, конечно. Ну сделал, например, Микеланджело своего Давида. Обнаженного, кстати, с причинным местом и еще с прощой вот этим, с камешком. Намек. Ух, намечище такой. Наметкин. Стоит себе, заголел в своей булке. Для чего? Что в этом кто вообще что видит? Я видел девушку в Пушкинском. Она чуть ли не в бинокль разглядывала всю его красоту намека. Не могла отойти. Ну вот для нее это такой намек. О чем-то своем она думала. Для кого-то это намек на то, что это поиск свободы и борьба за свободу. Еще кто-то вообще закрывает глаза, проходит мимо. Это для него невозможно смотреть и уберить. И вообще, что вы делаете? Детей нельзя водить, показывать, оказывается, великие произведения искусства. Ну смотрите, сколько разных мнений. Так вот прекрасно. Пусть в нашем саду растут разные растения. Кому-то милей кактус. Кому-то, я не знаю, виноград. А для кого-то это кажется несъедобным вообще. Опунция какая-нибудь. Она хорошая, кисленькая. Но если попадет какая-то вот иголочка в язык, все, конец. Я за то, Сергей, чтобы живопись, ну работа, не превращалась в чертеж, например. Чтобы не чертились какие-то... Вот, например, пишем архитектуру сегодня. Ну нельзя все это вот с линейкой и штангенциркулем измерять. Ну пусть это касание кисточки будет живым. Ну как будто вот где-то мощно коснулся, где-то вообще не договорил ничего. И так все ясно. То есть пусть будет живость в работе. Это достигается вибрацией руки. Как будто бы она у тебя прокинционирует. И ты где-то надавливаешь, а где-то не очень. И получается намек. Сам собой. Весело очень получается. Правда. Друзья, вы не забывайте делать свою работу. Ставить закорючки, крестики, кто неграмотен. Пишите комментарии. Это очень важно. Ну канал развивается. Я очень прошу вас это делать каждый раз. Скидка 10% в школе на все уроки продолжается. Заходите в школу. Ссылочка в описании под каждым видео. Завтра мы идем работать на лодочную станцию. Если кто-то еще не доехал, приходите и звоните мне на WhatsApp. Пишите, присоединяйтесь к нашей группе. Почему? Потому что широкий взгляд позволяет это объединить в какой-то один кусок. Ну вот как-то так. Уже есть работа. Это к этому, к этому, к этому. Да? Ну вот как. Очень хорошее. Здесь и покупка. Субтитры делал DimaTorzok 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 Когда глаз настроится окончательно, тогда будет все легко. И основная моя задача — вести вас к легкости в живописи, к тому, чтобы вы испытывали наслаждение, не трудности, сомнения, а наслаждение. Это достижимо. 48-й урок «Букет сирени» не пропустите. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok